Первое послание к Тимофею, святого апостола Павла. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу. Учителем язычников в вере и истине. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» И прииди в Назарет, и дежебе воспитан, и в ниде по обычаю своему в день субботный сонмище и восста чести. И даши ему книгу Исаии пророка, и разгнув книгу, обрети местных, и дежебе написано. «Дух Господень на мне, Его же ради помазами, благовестите нищим посламя, исцелите сокрушенное сердцем, проповедуйте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенное во отраду, проповедуйте лето Господне приятно». И согнув книгу, отдав слузе седе, и всем в сонмище, очи бегу зряще нань. И начат глаголути к ним, як однесь сбыться писание сие по уши вашью, и вси свидетельству ваку ему, и дивляхуся о слове всех благодати, исходящим из уст его. И глаголуку, не сей ли есть сын Иосифов? Предпочитать доброе изволение – дело желающих. Довершать же выбор доброго изволения – дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божьей помощи, а посему сделаем, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы, и будем просить не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие, воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что какое-нибудь подобное сему желание входит и от дьявола, и почитается служащим в помощь. А нередко бывает не по мере человеку. Сам дьявол умышляет сделать человеку вред и понуждает его взыскать желаемого, когда не достиг еще он соответствующего тому жития, или желание чуждо принятому на себя человеком образу, или не пришло еще время, когда можно исполнить Оно или начать его исполнение, или человек не имеет достаточных к делу и ведения и телесных сил, или не способствует нам в том обстоятельстве времени. И дьявол всяким способом, как бы под личиною этого доброго дела, или смущает человека, или наносит вред его телу, или скрывает сети в умею. Впрочем, как сказал я, рачительно будем совершать частые молитвы, при появляющемся в нас добрым желании, и каждый из нас, пусть скажет сам в себе, «Да будет воля Твоя, пока не совершу доброго дела сего, которое выжелал я сделать, если угодно, воле Твоей. Ибо в деле этом восхотеть для меня удобно, а сделать этого без дарования тобою неспосылаемого не могу, хотя от Тебя и то, и другое, и ежи хотете, и ежи деяти». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Потому что без благодати Твоей не решился бы я приять и этого возбудившегося во мне желания или убоялся бы его». Ибо таков обычай у того, кто вожделевает доброго. По рассудительности ума молитву употреблять в пособии к деланию и к приобретению мудрости для развлечения истины от подложного. А доброму отдается предпочтение при многих молитвах делании, хранении, непрестанной приверженности, при частых слезах, смирении и небесной помощи, особливо, когда в человеке есть сопротивные помыслы гордыни, ибо они не допускают до нас Божию помощь. Приводим же их бездействие молитву. Народ почитал Иоанна, гораздо выше Христа. Тот всю жизнь свою проводил в пустыне, был сыном архиерея, носил необычную одежду, призывал всех к окрещению и сверх того родился от неплодной. Иисус же произошел от незнатной от раковицы. Рождение от Девы не было еще всем известно. Воспитывался в доме, обращался со всеми и носил обычную одежду. Так как никто еще не знал неизреченных тайн домостроительства, то и почитали Христа меньшим. Крещение от Иоанна еще более могло утверждать иудеев в этом мнении, если бы даже они и не имели других побуждений к тому. Они думали о Иисусе, что и Он из числа обыкновенных людей. «Если бы Он был необыкновенный человек, рассуждали они, то не пришел бы креститься вместе с другими». Напротив, Иоанн был в глазах их гораздо более и удивительнее его. Вот почему, чтобы такая мысль не утвердилась в народе, тотчас покрещении Иисуса отверзаются небеса, нисходит дух и вместе с духом глаз, возвещающий достоинство Иисуса как единородного. А так как этот глаз «Сей есть Сын Мой возлюбленный», многим казался относящимся к Иоанну, потому что не было прибавлено «Сей крещаемый», но сказано просто «Сей». Да и как по самому достоинству Крестителя, так и по всем вышесказанным обстоятельствам каждый, слышавший эти слова, естественнее прилагал их крестившему, чем к крестившемуся. То Дух Святой сошел в виде голубя, чтобы обратить глаз на Иисуса и показать всем, что слово «Сей» сказано не об Иоанне крестившем, но об Иисусе крестившемся. Почему же, скажут, несмотря на такое событие, иудеи не уверовали в Него? По жестокосердию своему. Точно так же и при Моисее много было чудес, хотя и не столь великих, но народ после всех этих чудес, после глазов и труп и молний слил себе тельца и прилепился к Вельфегору. Да и те же самые, которые были при крещении, видели впоследствии воскресение Лазаря и, однако, не только не уверовали в Того, Кто сотворил это чудо, но еще многократно покушались и убить его. Итак, если они, видя собственными глазами воскресения мертвых, до такой степени упорствовали во зле и неверии, то чему удивиться, если они не поверили глазу, не шедшему свыше? Когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом. помилуй меня Боже, по велиции и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, не пачу умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишися во слове всех Твоих и победиши вникда судить идти, себо в беззакониях зачат естьм, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил и си безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миеси покропишем я и сопом и очищуся умыешь я и пача снега убелюся слуху моему дася радость и веселье возрадуются кости смиренные отвратилице Твою от грех моих и вся беззакония моя очисти сердце чисто созиждево мне Божий дух прав обнови во утробе моей не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня воздашь мне радость спасения твоего и духом младычным утверди мя научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся избави мя от крови Боже Боже спасения моего возрадуется язык моей правде Твоей Господи уст немое отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою яко ащебе восхотел и все жертвы дал бы хубо все сожжения неблаговолиши жертва Богу дух сокрушен сердце сокрушен и смирен но Бог не уничижит ублажи Господи благоволением Твоим Сиона и до сузи ждутся стены Иерусалимские тогда благоволиши жертва правды возношение все сожигаемое тогда возложат на алтарь Твой цельцы живы в помощи вышнего в крови Бога небесного дворица речет Господи весь заступник мой си прибежище мое Бог мой и уповай на него яко то избавят тебя от сети ловчей и от слави семя твежно плечма своем осенит тебя и под крыле его надеяшися оружием обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей бесополуденного подет от страны твоя ты сящает мать и сную тебе к тебе же не приближится оба от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках вознут тебя да никогда преткнешь о камень ногу твою на спидой василиска наступивши и попережи льва и змия яко на мяупова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое помилуй мя боже помилуй мя яко на тепл пава душа моя и на сень крилу твою надеюсь одон лишь прийдет беззаконие воззову к Богу вышнему Богу благодеявшему мне посла с небесей спасение дадим поношение попирающий имя посла Бог милость свою истину свою избави душу мою от среды скинув поспак смущен сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остров вознесись на небеса Божия и по всей земле слава твоя сеть углотоваши ногам моим исклекоши душу мою ископаша предлецем моим яму и в подошвь овню готово сердце мое Божие готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирю и гусли восстану рано исповемся тебе в люди Господи воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость твоя и даже до облак истина твоя вознесись и на небеса Божий по всей земле слава твоя воздвигу охочи мои в горы отнюдь уже прийдет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твои я ниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою в одни солнце не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века и исхождение и исхождение и исхождение смейте смейте призывать тебе небесного Бога Бога и глагол отны сэм и исхождение сэмэй и исхождение на небесе рассветится имя твое добри и исхождение твое и исхождение дамы твое твое на небесе и на земле то и сэм и не и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»